Фатима Аслановна, я врач-стоматолог-ортодон, врач-стоматолог-терапевт в лёгкой стоматологии. Ну, это прям очень сильный миф, прям очень сильно с большой выпукой М. Чай успокаивает больше нервную систему, нежели чем как-то влиять благоприятные на зубы и там их состояние. Брекеты не портят эмаль. Это самый такой, наверное, миф, который вообще невозможно развеять, и все из-за этого переходят на лечение на капах. Брекеты фиксируются на здоровую поверхность зуба, то есть эмаль. Она, естественно, обрабатывается гигиенически при тем, как её туда приклеить, брекет. Если человек хорошо ухаживает, чистит зубы, соблюдает рекомендации доктора, то ничего не происходит. Я вам скажу сейчас как человек, который начал два раза брекеты. Эмаль на месте. Скажу свое личное мнение. Мне кажется, не очень приятно кушать, когда все-таки хочется освежить перед приемом пищи то, что человек может после завтрака еще раз почистить, только будет на руку, только в плюс, никак не в минус. Как и я перед завтраком и после. В течение ночи образуется этот налет, и не очень приятно, мне кажется, кушать с ней. Конечно. После каждого похода к холодильнику надо пройти еще и в ванную после этого. Хотя бы сполоснуть рот, если уж прям во сне это все происходило. Нет, потому что все-таки комплексный подход. В зубной пасте есть частички, которые либо полируют зубы, либо же они, если специально для десен, то есть они есть какой-то активный компонент, который помогает. И тут дело даже не в самой дорогой зубной щетке, либо в дорогой зубной пасте. Главное технику соблюдать и как бы эти два компонента все-таки неотъемлемы друг от друга. То же самое, что пальцем чистить там зубной пастой. То же самое, мне кажется, без щетки. Кажется, одно и то же. Нет, конечно, пошутила. Без соды. Зубная паста, щетка. Самые необходимые два компонента. Без соды. Не нужно отбеливать зубы соды. При очень быстрой чистке, очень активной чистке, можно неблагоприятно влиять на свою эмаль, на свои зубы, потому что можно стирать эмаль там, где ее меньше всего-то, в пришечной области, там, где рядом с десной, и травмировать, не писать на десну. Тоже быстрая чистка. Это все-таки нужно делать спокойно, не нужно спешить с этим. Процедура отбеливания, она, в принципе, никак не связана с тем, как ты чистишь зубы, потому что либо ты делаешь профессиональное отбеливание уже в клинике, либо какое-то подбираешь, естественно, доктор подбирает домашнее отбеливание, либо же это какие-то пасты специальные, но специальные пасты, такие отбеливающие, их не рекомендуется использовать каждый день. Максимум это два, ну, прям, максимум это три раза в неделю, потому что они более абразивные, и, ну, есть такие статьи, исследования, которые подтверждают, что они могут вызывать некоторые там царапинки на эмали, что вызывать потом чувствительность. Если человек не понимает, из-за чего у него вдруг стали чувствительные зубы, это вот именно из-за этого.